МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без приятных для кого-то из ямальцев новостей. Кто этот кто-то, пока точно неизвестно. И ясно лишь одно. 8 октября житель Ямала выиграл больше миллиона рублей в лотерею и, возможно, еще даже не знает об этом. О выигрыше сообщается на сайте Гослото. Известно, что победитель лотереи приобрел счастливый онлайн-билет всего за 40 рублей. Если вы узнали себя в этом описании, то поспешите за выигрышем. В новостях короткой строкой расскажем про увлеченных работой дорожников и влияние Артюхова, грядущую эпидемию и маркировку 18+. Прямой эфир с губернатором прошел, оставив волшебный шлейф. Так, например, дорожники Янао с полной отдачей подошли к своей работе и досрочно сдали 7 региональных трасс из 17. Поспешили раньше срока сдать дороги и в Новом Уренгое. Полностью отремонтировали около 9 километров полотна на Ленинградском проспекте, улице Университетской и 26-го съезда КПСС. А также в районах Советский, Юбилейный и в районе Лимбаяхи. В общей сложности по итогам 2019 года ремонт завершится на 50 километрах региональных трасс и на 100 километрах муниципальных дорог. Округ на пороге эпидемии ОРВИ. Роспотребнадзор зафиксировал почти 6 тысяч обращений от ямальцев с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция» только за последнюю неделю. Так, на каждые 10 тысяч человек приходится 104 заболевших, что пока ниже порогового значения, но уже приближается к нему. Что касается прививок, из 250 тысяч запланированных инъекций врачи сделали 108 тысяч. В России может измениться возрастная маркировка. Авторы нового законопроекта предлагают отказаться от конкретного указания возраста, прописав более точные рекомендации. Например, для семейного просмотра, для дошкольников или не рекомендовано для детей. Изменения не коснутся лишь маркировки 18+, как для книг, так и для фильмов. Новая мера должна избавить от лишней промежуточной маркировки. 75 миллионов из окружного бюджета получит рыбный завод на реке Соби. Деньги пойдут на производство Сига, рода рыб из семейства лососёвых. Рыбному заводу требуется около полутора миллиарда рублей для того, чтобы выйти на более мощное производство. Планируется, что с 2020 года предприятие будет выпускать в водоёмы ежегодно по 141 миллиону мальков Сига. Лала Гасанова, Террерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Уверенная победа в первой игре второго этапа Кубка России. Факел не оставил никаких шансов стерлитамакскому Тархану. Счёт встречи 3-0. И это прогнозируемый итог. Ведь Тархан до этой игры находился на шестом месте в турнирной таблице и явно не попадает в плей-офф. Следующий соперник наших волейболистов – Уфимский Урал. В первом этапе Кубка он уверенно стал лидером турнирной таблицы. Правда, сейчас болельщики «Факела» рассчитывают на Егора Клюку и Дмитрия Волкова, которые накануне усилили нашу команду. Вообще, по оценке экспертов, в этой игре Волков был лучшим в приёме и в атаке. Клюка вышел в третьем сете и тоже был на уровне, хотя не всё получалось. Сезон будет другой, потому что много изменений достаточно произошло в составе. Есть новые игроки. Игроки, скажем так, по своим характеристикам отличаются от тех, которые были в том году. Поэтому и стиль игры команды, скорее всего, немного изменится и будет немного другим. Каким он будет, тоже это увидим в процессе, потому что сейчас сложно что-либо сказать. Команда только вкатывается в сезон. Шокирующие цифры. 40 детских площадок в Новом Уренгое считаются бесхозными, то есть никто за них не отвечает. Такие данные привели на круглом столе общественной палаты. И на таких игровых комплексах, как можно понять, не избежать детских травм. Как с этим бороться, решали общественники. И наш сюжет именно на эту тему. Ирина Левенец – мама двоих детей. Старшему 8, младшей 3 года. Любимое место отдыха – детская площадка у памятника Высоцкому. Ирина по возможности старается не отпускать детей одних сюда. Эта площадка очень безопасна. А вот есть другие площадки, да, они там вроде высоко и никакого ограждения, ничего нет. Тем более у меня ребенок падал на этой площадке и ломал себе руку на этой же площадке. Что нужно делать, чтобы площадки были безопасными? Да я не знаю, честно говоря. Сейчас такие дети активные, что ничего не сделать такого, чтобы они бегали безопасно. Она выглядит совершенно безопасной на самом деле. Вот совершенно безопасной. В июне на площадке Виадук малышу срезала подушечку пальца. С этого, можно сказать, все и началось. Но вначале немного предыстории. Два года назад в Новом Уренгое начала активно реализовываться программа «Комфортная городская среда». И вроде бы это хорошо. С каждым годом благодаря этому в газовой столице появляется все больше детских площадок. Но тут возникла другая проблема. Та проблематика, насколько я знаю, которая в сегодняшний день возникает при травме и так далее, это возможно складываться именно на общественных территориях. Потому что количество грехов и детских комплексов выросло в городе кратно. Мы знаем, что такая проблема на самом деле за все существование в Новом Уренгое. Но как-то вот она действительно была, но не настолько активна. В истории с травмой малыша на Виадуке точку поставил суд. Одним из ответчиков было признано управление муниципального хозяйства. Оно совместно с подрядчиком по решению суда обязано выплатить 36 тысяч рублей матери ребенка. Общественная палата провела проверку детских площадок города. Результаты шокировали. На учете состоит 153 детских площадки. Из них 117 это Новый Уренго. Все остальное это район Олимпияка и район Карача. Так вот, оказывается, 40 площадок у нас на сегодняшний день вообще не состоит на учете. То есть они в номинале есть, никто не эксплуатирует, никто не ремонтирует. И естественно, никто там не убирает. Не дай бог сейчас вырвется и упадут дети. Потому что держаться тут не за что и качели на цепи. Вот это как раз один из примеров бесхозной детской площадки. Она находится у торгового центра «Вертолет». К нам в редакцию обратилась женщина, которая рассказала об опасных качелях. Департамент городского хозяйства долго выяснял с руководством торгового центра, кому же принадлежит эта площадка. В итоге, после того, как информацией заинтересовалась прокуратура, опасные качели починили. На этот раз обошлось без детских травм. Может быть, создать какую-то комиссию, которая бы проехала одномоментно, посмотрела и пришла к выводу, что вот эта площадка, ее можно отремонтировать и можно ею пользоваться с учетом того, что вокруг по территории у нас все без площадок. Либо мы принимаем решение все вместе и говорим, что нет, на сегодняшний день этой площадкой уже пользоваться просто нельзя, ее нужно ремонтировать. Проще всего запретить площадку, сказать, все, не действует, ушли, детям потом негде играть. Ну, есть такие элементы, которые вполне возможно еще использовать. И нельзя вот так просто подойти и сказать, нет, нельзя. Ну, надо действительно к каждой площадке относиться индивидуально. Губернатор автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов поставил перед всеми нами задачу безопасность, обеспечить безопасность детей на всей территории Молнинска автономного округа. А такую же задачу поставил президент на всей территории Российской Федерации. На данный момент в Новом Уренгое 70 детских площадок нуждаются в капитальном ремонте. По словам Игоря Косухина, на это необходимо около 300 миллионов рублей. Андрей Романов, Владимир Гайнзе, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. За семь лет количество машин в Новом Уренгое выросло на 42 тысячи. И это только официальные данные. А вот новых дорог, за исключением улиц Арктической, практически не было построено. Отсюда и пробки сообщили в городском отделе госавтоинспекции. По прогнозам сотрудников ГИБДД, ситуацию с транспортным коллапсом может решить только строительство новых магистралей и развязок. В настоящий момент на территории города зарегистрировано порядка 79 тысяч транспортных единиц. Это помимо тех единиц транспортных, которые приезжают к нам извне, с других регионов Российской Федерации, с ближнего зарубежья, стран СНГ так называемые. Мы считаем, что необходимо просто увеличить дорожную сеть нашего населенного пункта в разы. Чем выше скорость, тем меньше шансов избежать аварии. Очевидная истина, которую знают все водители. Но некоторые почему-то стараются ее забыть. Примеров тому на улицах Нового Уренгоя предостаточно. А тех, что попали в объектив камер буквально на днях, узнаете из нашей традиционной подборки. Сердце в пятке. Как это бывает, ощутили сразу несколько водителей на северной объездной. Причина в манере езды белой иномарки. Видимо, вспомнил, что срочно нужно на работу. Плестись в потоке не стал и решил выехать на встречную полосу. Ну а что? Едущие навстречу машины шофера явно не смущают. Такое путешествие по дороге могло закончиться фатально. Следующее видео все там же, на северной объездной. Аналогичная ситуация, только последствия гораздо печальнее. Водитель Тойоты повернул налево, пересекая двойную сплошную. И в него въехал другой автохам, который ехал по встречной полосе. А ведь всего этого можно было избежать. Достаточно принимать на дороге взвешенное, а главное, правильное решение. Такие хамские поступки не остаются без внимания примерных водителей. Не расстраивайтесь. Тише едешь, дальше будешь. Но с таким высказыванием не согласен водитель красного кроссовера. Северная объездная по утрам – это повод лишний раз нарушить правила. Если не по встречке, значит по обочине. Какими еще правилами пренебрегали новорингойцы – очевидно. Если и вы стали очевидцами странного или хулиганского поведения на дорогах, отправляйте нам свои видео. Самые интересные мы покажем в эфире. Антигероев надо знать хотя бы по номерам автомобилей. Гумар Халдаров, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Предотвратить эпидемию Хэллоуина. Так Виталий Милонов и обратился к генпрокурору Юрию Чайко. Главный мракоборец страны, а по совместительству депутат Госдумы, уверен, совсем скоро Россию охватит эпидемия празднования Хэллоуина. Все торговые комплексы, парки и другие общественные места будут украшать в тематике этого праздника, который чужд русской культуре. Милонов пояснил, что этот праздник враждебный для россиян, потому что в его основе лежит поклонение темным силам и духам. Депутат также беспокоится, что в нечистые действия втянут детей, которые не в состоянии оценить нравственную составляющую этого праздника, восходящего из традиций древних кельтов. А потому Милонов просит генпрокурора проверить школы и вузы страны, чтобы не допустить в них поддержки и празднования Хэллоуина. Отмечу, с этой инициативой он выступает уже не первый год. Не знаю, как вы, а я вот иной раз затрудняюсь даже дома выбрать фильм для просмотра. Что уж говорить про поход в кино. Вот сегодня тоже планирую завершить вечер хорошим фильмом. Так что прогуляйся с Лалой Гасановой в залы кинотеатра. Как же приятно вырваться из суеты серых будней и окунуться в фантастический мир кино. Какие истории готовы затянуть нас в большие экраны, сейчас узнаем. Конечно, не обойти стороной нашумевший фильм про знаменитого клоуна в исполнении Хоакина Феникса. Это история становления одного из самых известных и опасных суперзлодеев комиксов. В 1980-х годах в городе Готэм появляется гениальный преступник в клоунском гриме, который называет себя Джокером. За этим псевдонимом скрывается некогда неудачливый комик Артур Флэг. Однажды он перестает бороться с собственным безумием и жестоко смеется над ненавистным Готэмом. Этот фильм производит тяжелое впечатление. Он получился откровенно честным. «Сделай счастливое лицо и улыбайся» – слоган фильма и кредо Джокера. Так что улыбаемся и ставим фильму 9 из 10. Его поклонники точно не пройдут мимо этого фильма. Уже скоро на экраны выйдет научно-фантастический боевик Энгели Гиммини, где главную роль сыграл Уилл Смит. Фильм рассказывает историю об опытном наемнике, который решил отойти от дел. Он становится мишенью для своих бывших боссов. Против героя выступает его собственный клон, только на 25 лет моложе и на пике своей формы. Создатели признаются, для реалистичности картин разработали систему полупрозрачного грима. Так, киноделы буквально вышли на новый, качественный уровень кинематографа. Вы намеренно это сделали! Картина от создателя скороносных фильмов «Жизнь спи» и «Горбатая гора», да еще и два Уилла Смита в придачу. Этот фильм, по мнению критиков, напрашивается на 7 из 10. Следующая картина – дело рук одного из самых романтичных режиссеров современности. Догадались, о ком речь? Новая работа именитого автора Вуди Алина «Дождливый день в Нью-Йорке» – пожалуй, самый нашумевший проект режиссера за последние годы. Фильм рассказывает историю молодой пары. Он из состоятельной семьи, она из небольшого провинциального городка. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако один «Дождливый день» способен изменить их жизни навсегда. Какой Тед! Это был ваш парень? Да, он такой эксцентричный. У самого фильма, как и у его героев, довольно сложная история. Он был запрещен к показу в Штатах и неоднократно откладывался в долгий ящик по многим причинам. Но в итоге увидел свет, собрав себе голливудскую элиту. Это и Джуд Лоу, Сирена Гомеса, Эль Фаннинг, Ребекка Холл и Тима Тишалами. Так что в копилку фильма уходят 7 баллов из 10. Не знаю, как вы, а вот я думаю, что на следующий фильм точно пойду. «Дети моря» – это анимационный фильм Аюма Ватанабе, который рассказывает историю необычной дружбы и увлекательных приключений. Однажды в океанариум, в котором работает отец Руки, привозят двух странных мальчиков – Уми и Сору. Они родились и выросли в море и обладают сверхъестественными способностями. Между тем во всем мире происходит удивительное. Из-за океанариумов исчезает вся живность, морские существа появляются в необычных для себя местах обитания. Рука пытается выяснить, как с этим связаны ее новые друзья. Глядет великий праздник, известный как фестиваль рождения. Я хочу увидеть это! Фильм о храброй девочке и таинственных братьях, воспитанных стаей дюгунов, забирает 6 из 10. В кино за вас сходили Лала Гасанова и Денис Галкин. Тиллер радио компании «Сигма» для НОР-24. Наш эфир продолжает программа «Патруль». Бумар Халдаров расскажет вам криминальную хронику за сутки. Так, в Новом Уренгое судили мужчину, который в июне этого года устроил перестрелку с полицией. Подробности далее в программе. А у меня все к этому часу. Всего вам хорошего. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»